Аварийный понедельник. Только за одно утро в регионе произошло две крупных аварии. В Муромском районе произошло ДТП, в котором пострадали 9 человек. Авария случилась на 98-м километре трассы Касимов-Муром-Нижний Новгород около 7 часов утра. На дороге столкнулись микроавтобус Volkswagen Caravella и легковушка Mitsubishi Outlander. 52-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и вылетел навстречу. В результате этого происшествия травм получили 9 человек. Это 6 мужчин и 3 женщин. 8 из которых находились в салоне автомашины Volkswagen. Из них в настоящее время 8 человек госпитализированы. Один человек ему назначено амбулаторное лечение. По данному факту в настоящее время назначено проведение административного расследования. Вторая крупная авария произошла на трассе М7 в Петушинском районе. Там столкнулись грузовая «Газель» и «КамАЗ». Водитель «Газели» не выбрал безопасную дистанцию и догнал впереди идущий грузовик. Виновник ДТП отделался с отресением головного мозга. И добавим, что за минувшую неделю на дорогах области в результате различных дорожно-транспортных происшествий один человек погиб и 36 получили ранения. Яма на яме. Автолюбители продолжают страдать из-за разбитых дорог. Асфальт сошел вместе со снегом, утверждают многие водители. К масштабной операции по спасению Владимирских дорог городские службы еще не приступили. Между тем жертв и проблемных участков становится все больше. Сегодняшняя поездка закончилась для Полины плачевно. Переднее правое колесо «Йо Митсубиси Лансер» пробито. Теперь для автомобиля один путь – в шиномонтаж. Вот пробитое колесо. Я, конечно, не особо разбираюсь. Диск погнут, не погнут. Но вот колесо разбито. И болтает. Сдуто. И да, вот и болтает. Пострадала машина на улице Тракторной. С утра Полина повезла дочь в детский сад. Двигалась по правой полосе с разрешенной скоростью. Увидела впереди лужу. Притормозила. Но замаскированная водной гладью яма сделала свое дело. Я снизила скорость, но надо было полностью остановиться. И прям был сильный толчок. Я не остановилась, не вызвала ГАИ, но доехала на первой передаче до садика. Друзей, по несчастью, водители, чьи автомобили пострадали в этом месте, у Полины наберется не один десяток. Работники, расположенных поблизости магазинов, говорят, что автолюбители регулярно попадают в эту дорожную ловушку. Самое интересное, что каких-либо предупреждающих об опасности знаков здесь до сих пор не установлено. Бывает, что в окно глянешь, и вот машинки-то стоят, и довольно-таки часто стоят. Потому что именно вот в эту яму. Раньше одна была с краешку, а сейчас их две стало. Вроде бы кто по старой дороге едет и все равно попадает в эту яму. Ремонт девушка вполне могла сделать за счет дорожников, говорит автоюрист. Но Полина совершила ошибку, не сообщив о случившемся в ГИБДД. К тому же гаишники могли бы оштрафовать дорожные службы за ненадлежащее качество проезжей части. Правда, виноватыми порой признают и самих водителей. Нередко и зачастую выносится определение в отношении водителей, где указывают, что тогда-то, тогда-то, на таком-то участке дороги, в нарушении пункта 10.1 двигался со скоростью, не обеспечивая безопасность движения, в связи с чем допустил на лист яму, и, соответственно, виновность-то вроде твоя и возникает здесь. Потому что ты должен был при возникновении опасности принять меры к остановке транспортного средства. Но это только в том случае, если опасность видна или обозначена. О всех проблемных участках чиновники просят рассказывать на сайте городской администрации в разделе «Заявки-2017». Сейчас на ямы ставят временные заплатки. Капитально же ремонтировать дороги начнут в начале лета. Вот только дойдут ли у ремонтников руки до улицы Тракторной? Улица Тракторная, она действительно планируется к ремонту среди улиц второй очереди, если можно так выразиться, и от улиц нуждались в ремонте в первоочередном, что называется, порядке. Ямочный ремонт продолжается, поэтому мы обязательно обратим внимание на заявки, которые поступают, в частности, на счет ремонта на улице Тракторной. Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал. Доживут ли до переселения? Жители поселка Гусевский и Гусь-Хрустального района рискуют жизнью в собственных домах. С 2015 года строения признаны аварийными, но люди в них до сих пор живут, в том числе и с маленькими детьми. В одном из подъездов уже произошло обрушение лестницы. В результате ЧП чуть было не пострадала женщина. Каких еще сюрпризов ждать от аварийного дома, расскажет Валентина Мартынова. Это вы сейчас полностью разбираете, а когда строить будете? Мы не строят ни наши компании, мы не знаем. О том, что еще неделю назад здесь стоял подъезд жилого дома, теперь напоминают только горы мусора, которые спешно убирают коммунальщики. В этом доме поселка Гусевский Сабина Савченко проживала с двумя детьми в квартире на втором этаже. Но в одно утро привычная жизнь семейства в буквальном смысле рухнула. Под ногами женщины провалилась лестница. Выхожу в 7 часов утра с подъезда, становлюсь на первую ступеньку, больше я ничего не помню. Меня вытащили, мальчишка какой-то был, я не могу даже сказать, кто это был. До обеда я отработала, в обед я только поняла, что со мной произошло. У меня начало все ломить, все тело, все. После того, как это видео появилось в интернете, аварийный подъезд власти решили снести. В свою квартиру женщина больше так и не попала. Сейчас с детьми, с китайцами по знакомым, а в квартире от голода погибают животные. У меня есть там кошка, двое котят, у меня цветы живые, это моя жизнь там, понимаете. И сейчас вот на данный момент, они вот сейчас мальчишки убирают, да, все это. Сколько еще будет строиться эта лестница, я не знаю. Никто из администрации мне не предложил хостел, обыкновенный хостел, чтобы я пришла, помылась, легла спать и ушла на работу. Все, никто, ничего. Женщина добавляет, комнату ей предложили в городском общежитии. Но переехать в Гусь-Крустальный она не может. Ее младший ребенок находится на индивидуальном обучении и может ходить только в школу-поселка. Но в администрации нам пояснили, что другого жилья в Гусевском просто нет. А вопрос с образованием ребенка в городе готовы решить. Там рядом пятая школа находится с этим общежитием. Пятая школа занимается детьми, как бы инвалидами. Мы решим на уровне управления образованием. И такие же другие преподаватели из пятой школы будут ходить рядышком и тоже так преподавать. Глава города объясняет, рухнувшую лестницу подъезда восстанавливать не будут. Это здание признано аварийным и будет сноситься. Так же, как и соседние дома по улице Строительной. Там жильцы рассказывают наперебой. В подъезды заходить страшно. Лестницы проваливаются, в стенах дыры, потолки сыпятся прямо на головы людей. Боимся водить детей. Потому что мы прошлый год пошли, только прошли, и следом за нами падает кусок. Дети до того перепугались, боялись выходить из дома. Как же у всех, когда все нормально, когда дети спокойно выходят, гуляют, гуляют, все. А здесь бежишь за ними, волосы сзади бежишь, когда боишься, вдруг упадет чего. Посмотрите здесь, что творится. Недавно только упало, все, вычистили, вот только вычистили все. Чтобы хоть как-то себя обезопасить, многие жильцы плотают дыры самостоятельно, как умеют. Там все сгнило, там нет ничего. Вот эти доски отрывал. Там этот фундамент весь, он сгнил. Даже страшно ходить. Вот, а тут и проваливались уже, потому что. По плану капремонта в 17-м году было, чтобы крышу нам сделали. А в 15-м году нас признали, значит, аварийным. Значит, сказали, что крышу вам никто не будет делать. А переселение у нас в 32-м году. Так мы просто, у нас дома сложится. Когда же людям ждать переселения из этих развалин, в администрации нам не ответили. Лишь пояснили, что программа переселения из ветхого жилья в районе работает и даже с опережением. Почти в 10 новостроек переехали жильцы домов, которые признали аварийными до 2012 года. Сейчас в очереди почти 900 семей, а расселяют в среднем по 100 квартир в год. Дожить до новоселья людям предлагают в общежитии. И уверяют, что их право на новую квартиру сохранится. А вот возможной трагедии удастся избежать. Валентина Мартынова, Артем Горчаков, 6 канал. А теперь коротко о других новостях. Обнаружил закладку по дороге домой. Сотрудник Росгвардии Максим Пантелеев в свободное от службы время приметил в своем подъезде подозрительный сверток. Из него были видны пакетики с белым порошком. На место прибыли оперативники и устроили засаду предполагаемым покупателям товара. Неизвестных сдержали с поличным. У них изъяли 32 пакетика с белым порошком. Что это за вещество, установят эксперты. Проводится доследственная проверка. Признан виновным в гибели дочери. Суд вынес приговор жителю деревни Плесицу на Камешковского района. В ноябре прошлого года Дмитрий Чекалов оставил свою малолетнюю дочь без присмотра одну. Сам же пошел распивать спиртные напитки с друзьями. При этом знал, что электропроводка в доме неисправна. Из-за нее и начался пожар. Девочка выбраться сама из горящего здания не смогла. Задохнулась угарным газом. Суд назначил нерадивому отцу год исправительных работ. Часть Судогды и деревни Фрязино могут уйти под воду. Региональные спасатели предупреждают об опасности весеннего разлива рек. Уже частично вскрыты ото льда Клязьма в Петушинском и Ковровском районах, река Серая в Александровском, Колыхша в Собинском районе и Судогда в Судогодском. Именно на этой реке в ближайшие дни вода может подняться до опасных 160 сантиметров. Однако пока разлива там нет. Между тем, отчаянные рыбаки продолжают выходить на лед. Недавно двое ковровчан отправились рыбачить на реку Увыть. В результате оба провалились под лед. Один из них выбрался на берег сам и попытался помочь товарищу. Громкие крики утопающего услышали жители деревни Панюкино. Они позвонили спасателям и вызвалили рыбака веревками. Поддержали присоединение Крыма. Владимирцы отметили третью годовщину подписания договора о вхождении Республики Крым и города Севастополь в состав России. В честь этого события Владимирцы вышли на Соборную площадь с флагами и плакатами. Для них устроили концерт с участием патриотических объединений, молодежных и ветеранских организаций. Горожан поддержали первые лица города. А всего же на площадь отмечать присоединение Крыма пришло около 8 тысяч человек. Пообщались с мультипликатором. Во Владимире прошла творческая встреча с создателем культовых советских мультиков Юрием Норштейном. Он снимал «Чебурашку», «38 попугаев», «Ежика в тумане» и «Сказку сказок». Общение состоялось в рамках анимационного фестиваля. Какими секретами легендарный мастер поделился с владимирскими зрителями, знает Валерия Саенко. Эй, Лиса Патрикеевна, выбирайся из чужой избы. А Лиса ему в ответ. Вот как слезу с печи, да как выскочу, да выпрыгну, да пойду тебя трепать. Мультик про Лису и Зайца теперь вряд ли покажут по телевидению, жалуется режиссер. Работа под запретом из-за сцен табакокурения. Но шедеврам Норштейна не привыкать лежать на полках. Зачастую они идут вразрез с телевизионными канонами. Вот эта заставка к передаче «Спокойной ночи малыши» крутилась в эфире всего около года. Сказали, дети пугаются и не смотрят. На деле, уверен автор, было наоборот. Товарищи, у кого маленькие дети, они мне рассказывали, что дети бежали, уже к этой заставке присмотрелись и бежали к ней, смотрели ее, а потом смотрели последнюю, финальную часть. Вот какой был результат. Вместо того, чтобы поднять уровень содержания этой передачи, они решили, так сказать, отсечь голову и это дело привести к своему знаменателю. Норштейн сегодня популярен во всем мире. На его работах учились отечественные мультипликаторы и оскароносные режиссеры Японии. Там, в стране восходящего солнца, мультиками Норштейна восхищаются особо. В каждом творении Юрия Борисовича не только увлекательная история, но и целая философия. А интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. Во Владимире, чтобы поговорить с мультипликатором, собрался целый зал. Такого простой зритель еще не видел. Про ежиков в тумане не говорили, он и без того популярен. Зато посмотрели рекламу Сахара. Ее мультипликатор сделал еще в 90-х, во время безденежья. Увидели международный проект по стихам Басе. Все работы Норштейн, кстати, сотворил в творческом тандеме со своей женой, Франческой Ярбусовой. Как уживаются два художника в одной семье, признается, нелегко. У меня даже записка есть, осталась, она, по-моему, Франческа ее сохранила. Франя, если ты еще раз будешь на кухне, твои дети останутся голодными. Все. Речь шла о том, что она не сделала то, что мне нужно было сделать. А что значит не сделала? Значит, на следующий день съемка летит. Человек знает, что он делает и знает, как это рассказать. Очень живо все это, с живыми примерами и жизнями. Очень понравилось то, что он не только о себе рассказывал, как о самом важном в зале. Так как мы смотреть пришли на него, он рассказывал о своей команде, о людях, с которыми он работает. Это достойно, это здорово. Владимир с общением с мастером остались довольны. Не пропустили его приезд и чиновники. На творческой встрече замгубернатора Михаил Колков подарил мультипликатору символическую игрушку – ежа. Его очень любят молодые мультипликаторы, маститы. Юрий Борисович приезжает на каждый Суздальфест. Он каждый раз дает там мастер-классы, каждый раз общается и с молодыми журналистами. И, конечно, с нами всегда его работают. Они действительно очень тонкие и помогают ценить жизнь. Валерия Саенко, Илья Фомин, Шестой канал. И в продолжение темы. Герои хитрука прошагали дружным строем. 22-й Суздальский кинофестиваль анимационного кино завершился мультпарадом. Сказочные герои впервые промаршировали по Суздалю. Самым популярным участником шествия стал Винни-Пух. Кого еще можно было встретить на улицах старинного города, знает Влада Миткова. В строю героя великого мультипликатора Федора Хитрука. Кстати, ему в этом году исполняется 100 лет. Именно в честь этого юбилея по Суздальской земле в рамках ежегодного кинофестиваля дружным маршем прошагали Винни-Пухи, пятачки, крокодилы Гена и чебурашки. Вот самые популярные герои на первом в истории Суздальфест анимационного кино в мультпараде Винни-Пухов. Смысл заключается в том, что все дни фестиваля лучшие мультипликаторы и художники фестиваля рисовали свои образы Винни-Пухов. То же самое мы предлагали сделать детям. Прийти сюда с рисунками Винни-Пухов или других мультипликационных героев Хитрука. Героев для парада участники заранее рисовали на картонках и за несколько минут до самого шествия подвешивали гелевым шариком. Но были и те, кто готовился к мультяшному маршу особенно креативно. Под барабанную дробь прошлись почти реальные двухметровые крокодил Гена, старуха Шапокляк, крошка Енот, Карлсон и не только. Чебурашка, он справедливый, очень добрый. И он любит всех остальных сказочных героев, потому что наивный и всем доверяет. Желающих примерить образ мультгероя или просто поддержать его в руках собралось больше 600 человек. Одинаковых рисунков или костюмов не было. Каждый подошел к изготовлению своего героя оригинально. Кстати, первые лица города и области тоже поучаствовали в мультпараде. Я для себя избрал вот этот образ. Это ассистента режиссера с хлопушкой из замечательного мультфильма для взрослых, который называется «Фильм, фильм, фильм». Винни-Пух, естественно. Кто входит в гости по утрам, тот поступает мудро. Тарам-тарам, тарам-тарам, на то оно и утро. Я люблю Винни-Пуха. Он любит мед. И я тоже люблю мед. Там он питочок и он свинка. Я люблю свинка. Замечательный праздник детства в Суздале собрал не только жителей со всей Владимирской области, но и гостей издалека. Например, из Новосибирска, Бердска, Санкт-Петербурга и Иваново. Я люблю этот мультфильм. Даже знаю наизусть, особенно вторую серию. И у меня такой тоже пухленький, тоже чем-то на него похожий. Считаете, он похожий, да, с ним? Да, да, да. Мульт-герои прошлись от Суздальской администрации до Дорговой площади. Персонажи хит-рука сопровождали мажоретки и Владимирский духовой оркестр. После дружного марша нарисованных Винни-Пухов и его друзей запустили в небо. Но пообещали, что герои хит-рука на Суздальской земле еще точно появятся. Влада Миткова, Илья Фомин, Шестой канал. Приближают нас к звездам. 19 марта все планетарии мира отметили свой профессиональный праздник. Его придумали в Италии в 90-е годы и с тех пор ежегодно празднуют воскресенье, ближайшее дню весеннего равноденствия. Владимирский звездный дом уже много лет отмечает эту дату необычными сеансами, конкурсами и викторинами. В этом году для посетителей подготовили особую программу в честь юбилея планетария. Ему исполнилось 55 лет. На праздники побывала Маргарита Махрова. День, когда Солнце переходит из дужного полушария в северное, где мы живем с вами. И у нас 20 марта настоящая наступает астрономическая весна. В свой праздник сотрудники планетария делятся с посетителями знаниями. Главная цель – привлечь внимание взрослых и детей к астрономии и загадкам родной планеты. Кто же был первым космонавтом нашей планеты? Как звали этого человека? Юрий Алексеевич Гагарин. Юрий Алексеевич Гагарин. Все согласны? Да, конечно. Маленький Юра пришел в планетарий с мамой. Первому космонавту Земли он почти тезка. Тоже Юрий Алексеевич. Такое сочетание родители выбирали умышленно. И любовь к астрономии у сына воспитывают с детства. Космонавтом хотел бы стать? Я хотел. Читаете вы с мамой, да, что-то смотрите, всякие про космос, передачи какие-то? Ну, я с папой смотрю. Мы смотрим по Дискайвере. Для ребенка это шанс узнать что-то новое. Не только что на Земле происходит, но и что вокруг. Когда был запущен первый искусственный спутник Земли? Какая звезда самая яркая и сколько планет известно на сегодняшний день? Ответы на эти вопросы интересны детям и взрослым. Некоторые из них пришли в местный планетарий впервые. Ребенок очень любит все космическое и связанное с космосом. Решили показать ему. На этом плакате более 10 астрономических ошибок. К примеру, если взять за основу, что часы и компас показывают правильные данные, то мы сразу можем сказать, что в это время дня Солнце не может находиться в этой точке. А дерево, если Солнце светит именно так, не может отбрасывать тень в эту сторону. С такими заданиями гостям планетария справиться непросто. Отгадать астрономические загадки и узнать в лицо первооткрывателей космоса помогают специалисты. К празднику в Звездном доме открыли и выставку картин в мире космических фантазий. 10 лет назад ее создали владимирские художники из клуба «Колорит». С тех пор работы показывают по особым случаям. Кстати, в этом году Владимирскому планетарию 55 лет. Его открыли в апреле 1962-го в здании бывшей Николы Кремлевской церкви. И с тех пор планетарий не покидал ее стен. По словам сотрудников, переезда не планируется и в ближайшее время. Конечно, надежда у нас есть. И мы по-прежнему в ожидании того, что рано или поздно планетарий обретет свой новый дом с новым современным оборудованием. В юбилейный год владимирские планетарии обещают удивить даже своих постоянных гостей. В списке планов новые конкурсы, встречи с космонавтами, учеными и даже конференция, на которую приедут работники планетариев из разных уголков страны. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, Шестой канал. На этом у нас все. Далее вас ожидает блок полезной информации и прогноз погоды. Есть интересная тема. Звоните в редакцию Шестого канала по телефону 36 66 66. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok